всем привет с вами андрей козлов а это значит что поезд на типичный русский мир уже разогрет и готов к отправлению так что занимайте свои места усаживайтесь поудобнее потому что мы начинаем разжигать пока это тут все не погасил и начинаем мы снова с коронавирусной статистике в рф ситуация там лучше не остановится власти конечно же отчитываются о миллионах вакцинированных россиян глава минздрава михаил мурашка назвал число полностью привитых от ковид 19 россиян по его словам стране вакцинировано 23 миллиона человек но рекорды смертности страна ставит едва ли не каждый день новый смертельный антирекорд за последние сутки от коронавируса скончались 786 человек это максимум с начала пандемии и это как вы понимаете только официальная статистика сколько больных умерших на самом деле установить практически невозможно но скоро у россиян заберут и это кстати да власти подумали что наверное не надо лишний раз огорчать народ своей никудышней работой постоянными факапами и откровенным безразличием к проблемам холопов поэтому решили ограничить доступ россиян к плохим новостям правительство россии решила сократить количество плохих новостей перед выборами в государственную думу об этом сообщает проект ссылкой на источники близкие кабинету министров теперь всю срочную информацию о происходящем в стране статистику по безработице инфляции задолженности по зарплатами и другие данные будут публиковаться раз в неделю как говорится меньше знаешь крепче спишь коронавирусную статистику пока еще сообщают исправно хотя уровень можно понять и без нее на фоне того что власти санкт-петербурга рапортуют о снижении числа заболевших мест в больницах уже практически нет и это не единственная проблема северной столицы крематоре петербурга на шахеровском проспекте не справляется с работой за количество смертей в городе более сотни гробов уже неделю ждут очереди на сжигание сотрудники говорят в помещении невозможно находиться из-за едкого смрада это кстати скорее всего привет питерцам передает праздник выпускников алые паруса который там прошел 25 июня без соблюдения каких-либо мер безопасности вообще очереди в крематорий появились из-за заоблачных цен даже на кладбищенскую землю в питере и теперь чтобы хоть как-то исправить ситуацию с этой мертвой очередью умерших от коронавируса будут хоронить бесплатно вы видите а вы говорите о народе не думают но есть один нюанс а пока в питере не могут понять куда девать тела умерших от ковид во владивостоке занялись скрепным воспитанием молодежи следственный комитет залезья устроил в детском лагере кузницу кадров приморском лагере океан прошла профильная смена юный следователь приехали школьники от 11 лет до 17 со всей страны занятия им проводили студенты академии и действующие специалисты из гражданского и военного управлений проводят курсы и павликов морозовых уже не первый год но в этот раз решили посвятить их самому важному занятию следственного комитета борьбе с мемасиками смена юный следователь была посвящена информационной безопасности в течение смены дети в игровой форме узнали что такое киберпреступность какие опасности таятся в информационной сети интернет ну а как вы хотели надо же внедрять молодых агентов потому что старые менты с тик током уже не стягивают но как говорится не интернетом единым живут россиянские силовики старый добрый террор тоже пока еще никто не отменял ему и обучали детей уже в другом лагере в новосибирском детском лагере подростки открыли эстребу из ружей это были учения юнормитцев пол сотни детей взрослых поехали отдыхать в палаточный городок недалеко от села корнилова и все бы ничего если бы особо одаренные милитаристы не захотели провести с ними практические занятия несколько подростков вместе с руководителем имитировали захват лагеря никого естественно не предупредив люди в форме стреляли очередями одиночными кинули дымовую шашку по словам анонимных источников кричали что лагерь захвачен взрослые дети в панике разбежались у нескольких девочек даже случилась истерика когда выяснили кто так неожиданно появился чуть не устроили самосуд обошлось оказалось гости представители местного военно-патриотического клуба решили без предупреждения приехать провести занятия самое же оно после бойни в казани стреляли и захолощенных автоматов поэтому физически никто не пострадал хотя подержать за шею этого вожатого родители напуганных детей очень хотели цель то наша была появиться эффектно вот и потом как бы ознакомить ребят с оружием я не рассчитал что возможно будет вот такое вот такая вот ситуация в соцсетях пишут что сначала руководство лагеря дело хотела замять и просили никому не рассказывать о случившемся но не прокатило и теперь учебной тревогой которую устроили юнормейцы будет заниматься прокуратура в общем хороший тамада и конкурсы интересные хотя и это не предел фантазии запоребриковых патриотов если раньше наряжать детей форму советских карателей из нквд было делом более или менее добровольным то теперь там решили уже и не лукавить и централизованно закупать форму для школ руководство одной из школ сургута запланировала приобрести форму сотрудников нквд для своих учеников информация об этом есть на сайте госзакупок школа заказывает гимнастерки пилотки ремни кирзовые сапоги юбки и фуражки нквдистов всего 10 комплектов интересно орудия пыток к ним прилагаются в школе говорят что закупают форму для театральных постановок про вторую мировую войну хотя потом в нее можно было бы наряжать скажем дежурных ну чтоб детишки привыкали а вот взрослые на россии от золотых тридцатых похоже не то что не отвыкли они по ним даже скучают даже те кто в это время и близко не жил почти 40 процентов россиян недавно назвали иосифа сталина самым выдающимся человеком всех времен и народов журналисты издания знаком решили узнать почему при нем порядок был в первую очередь наверное мы так воспитаны что сейчас у нас стране не хватает такой жесткости мадам вам чё правда мало сходите на митинг ладно слушаем дальше я бы тоже много кого казнила при нем был режим я думаю достаточно правильно в то время но репрессия депрессия при прессе сейчас есть просто они по-другому выражены вот только ребята наверное не в курсе что фишечка репрессий в том что они работают во все стороны вот по словам деда который вот воевал он был в плену в нквд там кажется пострадал но ни единого плохого слова о сталине он не говорил а нет в курсе просто психология рабская показательный но совсем не удивительный случай на этой неделе произошел в краснодаре пьяный вдрызг полицейский сел за руль и устроил дтп то ли очевидец то ли другой участник аварии который потом оказался сыном депутата очень уж осерчал на синего копа вытащил его из машины не поддался эмоциям оперуполномоченный как-то фамилия орлов на руку чучело пьяная спит это я вот машина вот мразь пьяная спит менты у нас краснодарская полиция сначала было на видео отреагировала даже начала какую-то проверку из-за пьяного сотрудника и дтп но потом вдруг резко передумала и решила что мент был трезвым а его просто побили задержан мужчина предположительно причастный к нанесению телесных повреждений сотруднику полиции вот это поворот про дтп в которое попал опер кстати тоже как-то быстро забылась и теперь депутатский сынок проходит по делу один хотя жаба гадюкинг тут на лицо майор ты старший полномоченный да ты бэкман не бухой за рулем на тауреке 800 это не да на кого-то прыгал мразь и перепутал щеночек а теперь переходим к небольшому дайджесту скрепности от типичного русского мира в екатеринбурге типография отказалась печатать фотографии кей-поп группы потому что владелец заподозрил их в гомосексуализме местный ресторатор решил украсить свое заведение постерами корейских групп bts и stray kids но вот владельцу типографии они показались какими-то подозрительными он даже спросил заказчика а что у них там с ориентацией заказчик понятное дело был не в курсе потому что музыканты об этом никогда не говорили но печатник решил за них и заказ выполнять отказался пляжный отдых с трупами становится народной забавой россиян недавно мы рассказывали вам как в нижнем новгороде люди прохлаждались на берегу озера вместе с утопленником и вот история повторилась только теперь в новосибирске новосибирцы с детьми несколько часов подряд купались в обском водохранилище рядом с трупом мужчины мертвое тело прибило к берегу в самый разгар воскресного отдыха на место выезжали сотрудники правоохранительных органов и криминалисты комитета но погибший долго время оставался на пляже его лишь прикрыли полиэтиленом причем судя по видео окружающих это нисколько не смущало а после этого кто-то еще удивляется как они на грязных пляжах после потопа в оккупированном крыму и сочи отдыхают там труп лежит а вы говорите мусор разбросан тем временем самая сильная армия галактики и вообще снова отличилась своим мастерством танк перевернулся на дороге в южно-сахалинске военную технику везли на грузовике он уже почти въехал в город как вдруг крепление не выдержали и многотонный танк упал на проезжую часть чудом не раздавив легковую машину тебе повезло ну повезло то может и повезло но трюк мадагаскарского водителя мужик в легковушке наверняка повторил обосрался что сделали обосрался а вот в пензе тем временем решили реставрировать уникальный и единственной в рашке деревянный планетарий но получилось как всегда несмотря на то что подрядчик обещал не трогать фасад здания а лишь заменить поврежденные участки уникальное строение 1928 года просто снесли экскаватором да и правда на планетарий постройте церковь если вас тоже мучает вопрос зачем уничтожили историческое здание то ответ на него помогут найти жители томска местные жители на майских праздниках разобрали новые туалеты на доске и сожгли в мангалах и кострах с тех пор они продолжают использовать ведра и выливают нечистоты в кусты духовный и высококультурный народ что сказать непонятно только они с туалетов начали или уже заканчивают помните этот старый мем про деда гарольда который скрывает боль так вот похоже свой гарольд теперь появился и на россии это дворник из красноярска иван степанович козлаускас который за восемь лет верной службы получил от мэра в подарок варежки 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 8 лет и варежки а теперь посмотрите как он счастлив от этого подарка и это все на сегодня кохайте ся чернобрыви с вами был типичный русский мир и ваше похмелье марии захаровой андрей козлов увидимся